СИБИРСКИЙ НЕФТЯНИК Юниорки до 20 лет и юноши и девушки до 18 лет. Их ожидали состязания в беговых дисциплинах, прыжках в длину с места, метании диска и прыжках с шестом. Высочайшая конкуренция, огромное количество испытаний. Но даже несмотря на это спортсмены Омской области взяли 20 золотых медалей и сумели стать лучшими в командном первенстве в юношеском и юниорском турнирах. Я как бы с детства сюда пришла и влюбилась в этот вид спорта, поэтому до сих пор в нем. И сегодняшняя дистанция бежалась легко, я сбегала не по личному, но довольна результатом. Выиграла. Следующим испытанием для омских легкоатлетов станут соревнования еще более высокого уровня. Лучшие спортсмены первенства СФО представят наш регион на главных всероссийских стартах. У нас есть свои звезды, поэтому достойную конкуренцию составим всем округам. Помимо выявления сильнейших атлетов в перечисленных категориях, здесь же на стадионе «Сибирский нефтяник» боролись за лидерство дети 2001-2003 годов рождения. В рамках Омского турнира ребята проходили отбор в сборную Сибирского округа для участия в международных спортивных играх «Дети Азии», которые пройдут с 5 по 16 июля в Якутске. В этом году будут проходить шестые международные игры «Дети Азии». Второй раз подряд будет выступать команда Сибирского федерального округа. Принимают участие три федеральных округа – Дальневосточный, Сибирский и Уральских, и команды Азиатско-Тихоокеанских регионов. То есть на сегодняшний день организаторы говорят о подтверждении 50 стран. На самом деле программа состоит из 22 видов спорта. Сибирский федеральный округ не будет принимать участие только в настольном теннисе. Остальные команды в полном или неполном составе будут принимать участие.